Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам представить 30 способов прорыва в дамке. Основа взята из книги гроссмейстера Виктора Литвиновича и мастера Перчонка «Школа позиционной игры. Русские шашки». Я добавил несколько позиций и несколько видоизменил расположение материала. Надеюсь, вы это оцените. Данное видео будет интересно как начинающим шашистам, так и профессионалам. Ну и наибольший интерес видео представляет для шашечных тренеров. Во всех позициях белые начинают и выигрывают. Я буду ставить паузу около 5 секунд. Вы ставьте видео на паузу. Желательно расставлять рядом шашечную доску и решать позиции. Если не получается найти выигрыш или ничью, то тогда смотрите ответ в видео. В первой позиции белые начинают и выигрывают с помощью прорыва. В начале нападаем. СД4 ослабляем. Правый фланг черных. Надо закрываться. Затем играем ДЦ3 и стоит угроза напасть еще раз. Поэтому у черных единственный ход. СБ4. Здесь делаем ход АБ6. И прорыв белых дамки неизбежен. Это выигрыш. То есть первая тема прорыва это прорыв в результате атаки. Вот это будет 4 примера. Во второй позиции белые также начинают и выигрывают. Для победы надо играть энергично. Первый ход белых АЖ3. Строим колоночку немедленно. Ну и грозит ход СБ6. Белые прорвутся в дамки и легко выигрывают. Обратите внимание, что если задержаться с атакой, сыграть ЖФ2, то это уже только ничья. Черные успевают сделать ход ФЖ7. И после хода ФЕ3 сыграть ЖА6. И теперь бесполезно играть СБ6. Потому что белые прорываются в дамки. Но их дамка тут же ловится. И черные сами проходят дамки. Это будет только ничья. Следующие позиции белые также активно атакуют. И постепенно прорываются на ослабленном правом фланге черных. Вначале меняемся. Этот размен нам нужен. Для чего? Если сделать напрашивающийся ход СД4, то черные, видите, успевают разменяться. ДЕ7 и ДЕ5. И здесь белым победить будет тяжело. Хотя преимущество, конечно, сохраняется. Но проще всего в этой позиции выиграть после размены ФЖ5. Затем, видите, черные грызят сыграть ФЕ5 и занять центр. Делаем профилактический ход ДЕ3. И одновременно ставим упор для нападения. То есть, ну, допустим, ФЕ7. Напали СД4. Разменялись. Ну, и прорыв шашки Д4 в дамке неизбежен. Белые здесь постепенно побеждают. В следующей позиции белые также атакуют энергично и постепенно выигрывают. Вначале играем ДЦ5. И грозим построить колоночку. И, кроме того, грозит удар. То есть, если черные сыграют, допустим, АЖ7, вообще любой ход, кроме БЦ7, тогда проводим небольшую комбинацию. Отдаем две шашки и прорываемся на поле Ф8. Поэтому черным после вот этого размена необходимо играть БЦ7. Это единственный ход. Тогда достраиваем колонну с помощью размена. Похожий пример мы с вами уже видели. Ну, и на любой ход, скажем, АЖ7, меняемся вперед. Все, колоночку достроили. Грозим сыграть СБ6. У черных единственный ход нападения. Тогда меняемся. И, опять же, прорыв и выигрыш неизбежен. Теперь давайте рассмотрим три примера прорыва с помощью размена. Первый пример я называю комбинацией солнышка. То есть, белые наносят вот такой вот удар по кругу. Видите, солнышко напоминает. Можно еще велосипед назвать. Напишите, друзья, как бы вы назвали подобную разменную комбинацию. То есть, белая игра от ФЖ5, затем ФЕ3 отдают три шашки и забирают три. Бьют по кругу. Ну, и прорыв белых и выигрыш неизбежен. Очень часто встречающийся прием в практической игре. И в русских, и в бразильских шашках. Следующий прием также довольно-таки часто есть в игре. Его полезно знать. Вначале отдаем шашку. Затем пропускаем черных дамки. И после размена опять же прорыв белых неизбежен. Шашка Б6 идет в дамки. И последний пример на эту тему. Этот прием встречается при прорыве как правого фланга черных, так и левого. То есть, позиция симметричная в принципе относительно диагонали А1-H8. Поэтому этот прием есть и на правом, и на левом фланге. Белые вначале играют АБ6. Затем играют ФЕ5. И после всех разменов выясняется, что белые опять же неизбежно идут в дамки и побеждают. Теперь рассмотрим приемы прорыва с помощью неотвратимой угрозы. В первой позиции выигрыш довольно-таки простой. Вообще напрашивается ход ФЕ5. Белые ставят угрозу попасть в дамки. Но здесь черные могут ее парировать. Сыграть БА5. И здесь белые победить не могут. Поэтому в данной позиции надо сделать корявенький ход на первый взгляд ДЕ5. А вот он здесь уже выигрывает. То есть на любой ход как бы черные не играли мы проводим неотразимую угрозу и удар. Это выигрыш. Следующая позиция белые активно атакуют а затем ставят неотразимую угрозу. Нападаем СД4 приходится закрываться БА7. Видите мы ослабили правый фланг черных поле Б8 и теперь уже спокойно атакуем БЦ3. Хода ДЕ5 нет из-за прорыва белых дамки поэтому приходится уходить СБ4. Тогда грозим выиграть шашку Б4 приходится отходить и стоит неотразимая угроза СБ4 и белые грозят прорваться в дамки поэтому черные здесь еще могут пожертвовать шашку и напасть на нее здесь можно просто сыграть ЕД4 белые опять же проходят дамки черным их не остановить это выигрыш. Следующие позиции белые вначале ставят угрозу а затем проводят комбинацию вначале играем СД2 стоит угроза СБ4 и белые грозят пройти в дамки либо на поле Ф8 либо на поле Б8 но здесь как бы черные не закрывались СД6 либо ЕД6 без разницы все равно проводим комбинацию ФЕ5 и СБ4 и прорываемся в дамки в следующей позиции белые также ставят угрозы а затем проводят комбинацию вначале играем СД4 грозим выиграть шашку черным поэтому приходится играть Б3 когда играем ДЦ3 грозим пройти в дамки поэтому черным необходимо играть ДЕ5 это единственный ход здесь нам мешает шашка Е5 поэтому мы ее удаляем как больной зуб и затем наносим свой решающий удар это выигрыш следующий пример это уже сложный позиция из творчества гроссмейстера Степанова здесь выиграть непросто но видно что у черных ослаблен правый фланг особенно поле Б8 поэтому здесь выигрывает вот такой план игры запомните он тоже иногда встречается в партиях меняемся ЖФ4 теперь рано или поздно черным приходится нападать ФЕ5 когда меняемся в центр ну здесь все сводится в нашу пользу то есть АЖ7 ДЕ3 ЖФ6 БЦ3 грозим напасть и пройти в дамки поэтому приходится нападать ФЕ5 тогда играем СД2 меняемся ну и опять грозим СД4 приходится уходить на бортик опять грозим выиграть шашку приходится уходить на бортик играем ДЦ3 и на любой ход спустим ФЕ7 прорываемся в дамки это наиболее сложный пример неотразимой угрозы самые конечно часто встречающиеся приемы прорыва в дамки возможны после жертвы здесь очень много приемов поэтому везде ставьте видео на паузу и пытайтесь найти выигрыш самостоятельно первая позиция довольно таки простой выигрыш играем АБ4 и грозим сыграть БЦ5 и прорываться в дамки у черных единственный ход ЕД6 нам мешает шашка Д6 поэтому мы ее удаляем с помощью жертвы мы просто играем БЦ5 и неизбежно прорываемся в дамки это выигрыш следующие позиции тоже довольно таки часто встречающийся прием позиция черных выглядит монолитной но здесь обращаю внимание слабость то есть видите здесь у черных очень много дыр поэтому напрашивается жертва АБ4 и просто нападение ЕД4 и белые неизбежно ставят рожон и затем проходят сквозь ворота черных дамки триумфальные ворота да вот это триумфальные ворота это выигрыш следующие позиции белые вначале ослабляют правый фланг черных затем жертвуют шашку и также побеждают вначале нападаем ослабляем черных после размена и затем жертвуем шашку и проходим в дамки постепенно побеждаем следующая позиция из творчества ленинградского гроссмейстера четырехкратного чемпиона СССР Виктора Сергеевича Литвиновича партия Литвиновича развалинов 1971 года у черных слабая шашка а7 у белых та же есть отсталая шашка а2 поэтому позиция кажется абсолютно равной черные грозят разменяться либо 2 на 2 либо даже 3 на 3 ну и постепенно уравнять эту позицию но белые неожиданной жертвой hg5 и нападением d5 побеждают то есть видите приходится отходить у черных нет темпа для размена белые постепенно проходят дамки и побеждают то есть проходим дамки затем захватываем большую дорогу и обрезаем шашки черных под большой дороги это выигрыш следующая позиция очень похожа на предыдущий пример здесь выигрывает так называемая присоска или контрудар ну или как я называю этот прием пиявка позиция из творчества также чемпиона СССР гроссмейстера Аркадия Плагхина кстати Аркадий Плагхин живая легенда гроссмейстер до сих пор жив живет в Беларуси белые играют hg5 видите силы черных разъединены по разным флангам поэтому белые здесь легко побеждают как бы черные не били то есть если черные бьют на поле h4 тогда играем d5 и прорыв шашки e5 в дамке неизбежен затем занимаем большую дорогу и выиграем ну если черные в этой позиции побьют на поле d2 здесь аккуратно бьем на c1 опять же играем d5 и шашка e5 проходит дамки затем занимаем большую дорогу обрезая вот эти три шашки черных и постепенно выигрываем следующий пример тоже довольно таки поучительный на первый взгляд позиция черных лучше но обращаю внимание что шашки опять же черных несколько разорваны по флангам в центре не хватает шашек будь шашка черных на этом поле или вот эта шашка будь на этом поле у черных было бы преимущество а так побеждают белые белые играют ef4 и стоит угроза fg5 как бы черные не играли тут либо cd6 либо b7 все ведет к одному и тому же мы жертвуем шашку ab4 и нападаем fg5 прорываемся в дамки по большой дороге и это выигрыш следующий прием также часто встречается в игре такие приемы возможны для прорыва как правого так и левого фланга черных доска опять же напоминаю симметричная у черных центр но белые за счет жертвы bc3 успевают прорваться в дамки и выиграть тут возможны два варианта если черный играет ef4 тогда идем в дамки ставим дамку ну и допустим на ход от ед6 играем hg5 приходится отходить тогда отдаем шашку и бьем на поле h2 обрезая шашки черных по двойнику значит второй пример если черные играют е до 4 в этой позиции снова идем в дамки ставим дамку ну и здесь просто меняемся то есть эти шашки видите обрезаны по двойнику рано или поздно черные сыграют bc3 тогда разменяемся ну и здесь легкий выигрыш у белых просто бегаем по полям h2 и b8 туда-сюда следующий пример сложный позиция из творчества гроссмейстера Михеева позиция из партии Михеев хвостов два заочника очень сильные гроссмейстеры заочные значит белые побеждают ходом fe5 теперь у черных есть два варианта если они играют gf4 то белые попадаются на удар бьют на g3 ну и после удара черных выясняется что белые оказались более прозорливыми они предусмотрели контур удар ну и снова они прорываются в дамки и легко выигрывают поэтому в этой позиции черным приходится меняться g4 назад и у белых единственный ход ef4 обратите внимание что плохо играть в этой позиции fg3 потому что черные играют просто bc7 и стоит неотвратимая угроза cd6 и белые проиграют шашку и вместе с ней партию поэтому у белых единственный ход ef4 теперь черные играют ed6 и надеются на ничью действительно кажется что ничья неизбежна допустим на ход d5 черные просто сыграют ab6 и непонятно как выигрывать но белые в партии предусмотрели очень красивую жертву dc5 и d3 то есть сразу же идти в дамки бесполезно потому что черные успеют также пожертвовать шашку и тоже пройдут дамки поэтому надо меняться до e3 а вот здесь в этой позиции у белых очень большие шансы на выигрыш компьютер показывает что у черных все таки есть тяжелая ничья после вот такого плана игры но здесь позиция черных все таки тяжелая белые грозят провести обе шашки в дамки и затем может получиться позиция похожая на проводку шашки c1 то есть если белые проведут в этой позиции дамку третью это будет выиграно ничья какая-то есть у черных компьютерная но у белых все таки шансы победить больше чем шансы у черных сделать ничью кстати в заочной партии Михеев Хвостов еще в докомпьютерной эпохе когда не было шашечных программ белые победили теперь давайте рассмотрим красивые приемы прорыва с помощью жертвы двух шашек первый взгляд положение белых проигранное ведь проигрывает размен dc3 черные занимают оппозицию то есть оппозиция это противостояние белых и черных шашек и белые конечно проигрывают но опытный взгляд видит идею прорыва с помощью жертвы двух шашек играем ab4 и черным надо заходить в люпки тогда жертвуем первую шашку и затем на любой ход жертвуем вторую шашку и неизбежно занимаем большую дорогу с ничьей следующей позиции белые даже побеждают с помощью жертвы двух шашек позиция из партии степанов кац 1980 года очень красивый пример значит белые жертвуют шашку hg5 и вот здесь обратите внимание что нельзя сразу же идти в дамки потому что черные проводят удар cb4 и за счет лишней шашки здесь у черных позиция даже приятнее ничья все таки есть у белых за счет центра но так играть за белых не хочется поэтому в этой позиции после жертвы hg5 надо отдать еще одну шашку ab4 а вот теперь уже у белых легкий выигрыш ставим дамку следующим ходом по большой дороге обрезаем черных и легко выигрываем следующий пример классический позиция это этюд мастера гордина белые начинают и делают ничью то есть позиция белых очень тяжелая если играть допустим ed4 то белые быстро проигрывают просто черные играют cd6 ну и на hg3 играют hg5 и белым некуда ходить поэтому у белых единственный ход hg3 теперь черные играют cd6 снова нельзя играть ed4 из-за hg5 поэтому у белых снова единственный ход gf4 вот в этой позиции у черных есть два варианта если они игра dc5 то здесь простая ничья отдаем одну шашку затем играем fe5 и грозим прорваться в дамки а если черная игра hg5 тогда жертвуем вторую шашку и успеваем занять большую дорогу это ничья но если в этой позиции черные вместо dc5 игра от fe5 то ничья здесь очень тяжелая но тем не менее она есть кажется что это проигрыш но это не так красиво жертвуем одну шашку затем красиво жертвуем вторую шашку обратите внимание что gf6 здесь играть бесполезно черные играют gh2 ну и на любой ход ставят дамку белые отдают вторую шашку но черные успевают занять большую дорогу затем проводят обе шашки в дамке и строят треугольник петрова с выигрышем а ничью в этой позиции правильно было делать с помощью первой жертвы g5 затем вторая жертва ed4 затем нападаем на шашку черных надо отходить ну и снова занимаем большую дорогу снова ничья вот такой поучительный пример часто встречающаяся позиция поэтому ее полезно запомнить в следующем примере белые также неожиданным приемом достигают ничьей обратите внимание что бесполезно играть g6 потому что черные проходят дамки допустим на g1 или e1 без разницы нападают по большой дороге надо жертвовать шашку ну и здесь черные щедро жертвуют свою дамку и легко побеждают а ничья у белых была такая надо было сыграть gf6 ну теперь снова проигрывает hg5 и все сводится к тому варианту который мы только что рассмотрели а ничью надо делать только таким образом красиво пропускаем черных дамки затем строим ворота с помощью шашки и дамки черных и неизбежно проходим дамки занимая большую дорогу и это ничья такая красота следующий пример очень сложный позиция также иногда встречается на практике поэтому важно запомнить вот эти приемы значит у белых есть три хода cd4 быстро проигрывает просто меняемся cb6 и белым остается только сдаться явно проигран также проигрывает ef4 черная игра d7 и на нападение cb4 вываливаются в центр белые нападают надо меняться допустим bc5 ef2 cb6 отошли b7 поставили дамку ну и на ход ab4 дамку видите пока ставить нельзя она будет поймана допустим ab4 ставят черной дамку на h2 приходится меняться назад черные здесь постепенно побеждают допустим hg5 ed6 cb4 fg7 ba5 tc5 напали разменялись ну и все неизбежно сводится поимки дамки белых то есть белые вроде бы проходят дамки но и дамка тут же ловится и черные побеждают то есть вот этот вариант надо рассчитать белым чтобы найти ничью а правильно конечно в этой позиции играть cb4 теперь у черных единственный ход cd6 снова проигрывает напрашивающаяся жертва bc5 и размен потому что черные успевают победить они разрывают силы белых ходом fe5 приходится меняться назад затем игра d7 ну и здесь все сводится к позиции белые проигрывают поэтому правильно вот в этой позиции после нападения cb4 отдать шашку ed4 и прорываться в дамки ходом bc5 теперь черные играют ef2 продолжают давление надо играть cb6 черные ставят дамку белые меняются черные нападают и выясняется что дамку ставить бесполезно на такой ход дамка белых гибнет после такого размена и черные празднуют победу а если черные ставят дамку в эту сторону ну просто ждем дамка белых попадает в капкан и снова черные выигрывают кажется что поражение белых неизбежно но здесь партии крюков потапов мастер крюков нашел красивую ничью hg5 выясняется что если побить дамкой то белые просто проходят дамки и это ничья если черные бьют допустим на поле h4 здесь выигрывает так называемый вечный шаг как я его называю ставим дамку черным надо играть hg5 поставили угрозу белые отходят и грозят занять большую дорогу черные поэтому вынуждены занять большую дорогу тогда нападаем на шашку g5 приходится закрываться ну и занимаем большую дорогу это ничья нет это не вечный шаг это просто форсированная ничья ошибся если черные бьют в эту сторону тогда нападаем надо отходить уводим дамку на 5 и это снова ничья то есть если черные играют дамкой вот тут уже выигрывает вечный шаг то есть нападаем с поля c3 надо закрываться нападаем с поля d2 надо снова закрываться ну и так далее позиция видите повторяется трехкратное повторение и это ничья если же черные после нападения отходят тогда белые отъедают шашку e5 и это ничья ну и наконец последний вариант если черные в этой позиции ну грозит ход дамки белых на c3 надо играть e d4 тогда белые играют просто дамкой на поле d8 ну и на любой ход черных нападают по большой дороге и это ничья то есть одинокую дамку белых тремя шашками или дамками черным не поймать если белые владеют большой дорогой так часто прорыв возможен в ходе комбинации рассмотрим четыре красивых примера белые начинают и выигрывают у черных отсутствует шашка у белых сейчас лишняя шашка то есть черные пожертвовали шашку и напали cd6 ну и кажется что у белых позиция даже хуже то есть у белых ослаблен очень сильно левый фланг застряла шашка h2 но за счет комбинации белые побеждают они играют fg5 неожиданный ход теперь у черных есть три ответа если бить на f4 тогда белые остаются получается с тремя лишними шашками если черные бьют на поле f6 тогда строим колоночку f4 затем отдаем одну шашку вторую строим под ударную цепь и красиво прорываемся в дамки наконец третий вариант если черные в этой позиции бьют на поле b4 все то же самое здесь играем f4 и неизбежно проводим комбинацию которую мы с вами уже видели такая симпатичная вещь в следующей позиции белые проводят красивую комбинацию вообще кажется что как-то белые могут отдать шашку допустим загнать эту шашку в дамки затем эту как-то загнать на поле g5 и победить но на самом деле сложность этой комбинации заключается в чем все происходит ровным счетом наоборот то есть эта шашка оказывается на поле e7 а вот эта шашка оказывается на поле g5 показываю решение играем e d4 затем пропускаем черных дамки и заводим дамку на поле e7 затем уничтожаем дамку и шашку черных и дамка белых легко справляется с четырьмя пехотинцами черных вот такая красивая победа в следующей позиции белые проводят в начале размен затем небольшой удар и красиво побеждают за счет прорыва в начале проводим размен наш любимый тройной одеколон то есть размен 3 на 3 ну и затем видно что у черных сильно ослаблен левый фланг наносим второй удар и не считаясь потерями прорываемся да у черных лишняя шашка но белые проводят шашку g5 дамки и неизбежно побеждают можете убедиться в этом следующая позиция часто встречается из дебюта перекресток белые начинают и выигрывают в этой позиции за белых напрашивается ход ж2 но это будет только ничья то есть черные успевают поменяться белые допустим игра cd4 поставили угрозу надо отходить затем dc3 опять стоит угроза прорыва в дамке но черные здесь меняются и партия для них благополучно заканчивается ничьей неправильный ход был то есть в этой позиции напрашивающийся ход gf2 это только ничья правильно играть в этой позиции gf2 точный ход теперь видите d5 нет из-за cd4 и белые прорвутся в дамке поэтому стоит угроза cd4 поэтому приходится меняться cb4 тогда ставим угрозу выигрыша шашки приходится отходить снова ставим угрозу прорыва в дамке приходится меняться ну и здесь проводим небольшой удар играем cb4 затем ef4 и красиво побеждаем ну и наконец последний прием который мы с вами рассмотрим последний видео но не последний в игре этот прием очень часто встречается в практических партиях этот прием называется штучка кукуева или по другой информации штучка шошина позиции белые играют fg3 и стоит угроза gh4 у черных есть два ответа либо gh4 либо hg7 если черный играет hg7 то здесь выигрываем также стандартным приемом нападаем приходится закрываться затем жертвуем две шашки бьем на f6 и затем неизбежно отыгрываем шашку и побеждаем черных за счет рожна на поле f6 первый прием и второй прием если в этой позиции после хода fg3 черные нападают gh4 тогда проводим штучку кукуева или штучку шошина кому как больше нравится меняемся 3 на 3 ну и здесь прорыв в дамке белых неизбежен то есть играем либо затем gf6 и идем в дамки либо подводим шашку e5 на поле f6 и также затем прорываемся в дамки с выигрышем друзья если вам понравилось данное видео не забывайте поддержать мое творчество лукасом и подпиской до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках до свидания Продолжение следует...